Спасение и освобождение евреи всего мира отмечают этот традиционный светский праздник, ежегодно попадающий на 26 число еврейского месяца ИАР, по случаю победы на нацистской Германии и спасения еврейского народа от истребления. Мы это называем Днём Спасения, то есть мы спаслись от катастроф, от полного уничтожения. И уже на протяжении 10 лет на всех континентах мира, в том числе в Азербайджане, отмечается эта очень важная дата. Жертвами Холокоста, или как его ещё называют, катастрофы, ставшие результатом политики гитлеровской Германии, стали около 6 миллионов евреев Европы, хотя полного списка жертв не существует. Этот день считается Днём молитвы и благодарения за то, что в силу нескончаемого милосердия Всевышнего не прекратился род евреев, а также способ увековечения памяти катастрофы. Впрочем, фашизм в гитлеровской Германии был направлен не только против евреев, но и против всего человечества. Говоря о страшных преступлениях, связанных с целенаправленным уничтожением людей только из-за их национальной принадлежности, Милик Евдаев проводит параллели и с Ходжалинским геноцидом, отмечая исключительное значение победы во Второй Карабахской войне в борьбе с армянским фашизмом. Мы нуждались в победе, чтобы освободить наши земли от 30-летней оккупации армянских националистов и сепаратистов. Благодаря мудрости уважаемого президента, освободителя Карабаха, героизму нашей славной армии и ценой жизни наших шахидов и ветеранов, мы завоевали победу. Действительно, все народы, которые проживают здесь, в Азербайджане, собрались вокруг верховного главного командующего нашего президента, превратили в железный кулак и разбили голову врагу. И это еще один пример, когда братские народы не собираются вместе, и победа всегда будет за ними. Следует отметить, что День спасения и освобождения – это первый за последние 2000 лет праздник в еврейском религиозном календаре. Другие иудейские праздники установлены торой или пророками. И они широко отмечаются в Азербайджане, ставшем для всего мира уникальным пространством мультикультурализма и толерантности. Еврейский календарь немножко отличается от принятого официального григорианского календаря. Он так же, как и мусульманский календарь, является лунным, и поэтому даты сдвигаются. Во всем мире толерантность понимают как терпимость, как терпение к другим людям независимым. В Азербайджане же толерантность, она основана не на терпимости, а на взаимоуважении, взаимоуважении людей, взаимоуважении народов. Поэтому я очень рада видеть вот это отношение всех простых азербайджанцев, всех азербайджанцев к нам здесь, в этой стране. Празднование Дня спасения и освобождения – это еще один способ борьбы с пересмотром истории. Еще одно напоминание о том, что противостоять новым проявлениям нацизма и фашизма в современном мире можно только объединив усилия на глобальном уровне. Этому насочет история последних десятилетий. Нилуфер Аслан Задек, Амран Исаев. Новости АСТВ.